Сегодня мы расскажем давнюю историю, которая одновременно касается и флота, и осады, и просто безбашенного героизма в одном сюжете. А кроме того, с большой долей вероятности мы предположим о том, что наши соотечественники, ну по крайней мере подавляющая их часть, вообще никогда об этом не слышали даже намеком. И приступая к этой повести, мы просто напомним о том, что самыми крупными военно-морскими операциями совкового флота во Второй мировой были бегство из Сталина, бегство из Одессы и бегство из Севастополя. Что тут важно? Во всех трех случаях это было чистое бегство, без морских сражений. А не было их потому, что сражаться совкам было не с кем, поскольку ни в Черном море, ни на Балтике противник банально не имел флота, способного дать морской бой. То есть совок располагал линкорами, крейсерами, эсминцами и другими кораблями, а у противника было всего несколько субмарин, и надводный флот ограничивался только катерами. И вот от этого потомки матросы-железняка драпали на всех парах не хуже этого исторического персонажа. И расстояние этого бегства было ограничено только акваторией моря, в котором все это и происходило. Не кончаясь море, в дальний угол которого забился Красный флот, он драпал бы и дальше, но дальше было просто некуда бежать. Как известно, практически до конца 42-го года Рейх и его союзники постепенно добавляли захваченные территории к своим владениям. Собственно говоря, в этом году был достигнут предел их экспансии, а летом этого года казалось, что достаточно еще одного усилия, и в каком-то месте линии обороны союзников все-таки не выдержат. А дальше пойдет эффект домино и начнет рушиться весь фронт. Мы более или менее прилично знаем, что там делал Вермахт в это время на Восточном фронте. Хотя если кого-то оставить без доступа к сети и спросить о том, какие наступательные операции, ну или просто сражения под Харьковом происходили в это время, в большинстве случаев мы не услышим ничего интересного. А ведь там были организованы как минимум две крупнейшие наступательные операции. Но обе провалились, и о них забыли так же надежно, как и о знаменитой Ржевско-Сычевской, больше известной под шифром Юпитер. Она тоже провалилась примерно в то же время и принесла Красной Армии до миллиона трупов. Командовал ею Жуков. Зато все хорошо знают о вспомогательной операции «Сатурн», которая должна была оттянуть силы противника на себя и дать возможность таки завершить успехом жуковскую операцию Юпитер. Но случилась непредвиденная вспомогательная отвлекающая операция, где Жукова не было и близко, оказалась успешной настолько, что она превзошла самые смелые ожидания. И вот когда стало понятно, что враг провалился, оказалось, что у операции «Сатурн» просто нет стратегического продолжения, и потому под развитие успеха там просто не было предусмотрено ни сил, ни средств. Поэтому, разорвав оборону противника, войска пришлось банально остановить. В общем, операция «Сатурн» теперь известна под собственным названием «Сталинградская битва». Операция «Юпитер» была чуть ли не засекречена на десятилетия, а масштаб потерь очень приблизительных был озвучен практически перед развалом Совка. До миллиона войск было бездарно погублено. И об этом просто забыли. Как и о том, что вчера натворили или наговорили по пьянке. Миллион? Ха, бабы еще нарожают. Но все это к тому, что если так легко можно выморать провальные Харьковские или Ржевские, тоже две, наступательные операции, где были загублены сотни тысяч собственных граждан, то что можно говорить о том, что где-то в это же самое время, на другом краю земного глобуса, кто-то демонстрировал героизм, упорство и верность своему долгу так, что это можно приводить в качестве примера всем последующим поколениям. Но перенесемся к месту событий, а именно в Средиземное море. К тому времени Британия контролировала оба входа в море, Гибралтар и Суэцкий канал, но вот средняя его часть представляла собой сплошную угрозу. К тому времени все континентальные побережья Европы и северный берег Африки были под контролем Рейха и его союзника Италии. Основной задачей британского флота было нанесение как можно большего урона логистике африканского корпуса, который действовал в Северной Африке, целью которого был захват Суэцкого канала и выход через Палестину к нефтяным полям Персидского залива. Английский флот оперировал из Гибралтара, Александрии и Палестины, но противник мог противопоставить свою авиацию, которая легко оперировала с береговых аэродромов как с северного, так и с южного побережья моря. Поэтому для того, чтобы обеспечивать надежное прикрытие собственных конвоев в средней части Средиземного моря и для нанесения ущерба поставкам довольствия африканской группировки, Британия позарез нуждалась в береговой базе как для своих ВВС, так и для своего флота, который мог укрыться там в случае необходимости в надежно защищенном месте. Такой базой для Британии стала Мальта. Эта пара небольших островов, лежащих на расстоянии 80 километров от побережья Италии и 200 километров от побережья Африки, Туниса и Ливии, в данной ситуации имели огромную стратегическую ценность. И Британия изо всех сил старалась удержать ее, а противник стремился, если уж не захватить, то уничтожить ее полностью, стерев с лица земли все, что там можно было только разрушить. Таким образом, с середины 40-го года и до середины 43-го, до момента высадки союзников на Сицилии, Мальта была в центре событий и доставалась ей по полной программе. Практически каждый день она подвергалась бомбардировке итальянской и немецкой авиации. Когда все закончилось, там не осталось ни одного неповрежденного или неразрушенного дома. В каждый из них прилетела своя бомба. Жители острова твердо решили держаться до конца и стойко переносили все тяготы плакады, которые, безусловно, пытался обеспечивать противник. Продовольствие там тоже выдавалось по карточкам, и люди выживали только на скудных пайках. Помните, как в Совке слезно показывали фоточки с табличками в Санкт-Ленинграде, на которых написано, что эта сторона улицы опасна при налетах? Так вот, на Мальте такие таблички были не нужны. Опасно было везде. И тому подтверждение полное разрушение всех домов и улиц. От налетов население пряталось в катакомбах под городом, и так почти каждый день, все три года. Кстати, пайки там были примерно такие же, как и в Ленинграде. Просто там не было красных командиров, которые хомячили от пуза в то время, как население вымирало. Продовольствие делили между всеми, кто оказался в блокаде, между военными и гражданскими. Но отсюда следует, что при таких условиях сама жизнь там полностью зависела от внешних поставок всего. Продовольствие, боеприпасов и особенно авиационного топлива. Поскольку авиагруппа, расположенная на острове, как раз и обеспечивала те задачи, которые были наиболее ценными. А плюс к тому, авиация прикрывала остров от воздушного десанта противника. После десантной операции спецназа вермахта на Кипре, такой вариант рассматривался как неизбежный. И вот в августе 42-го командование противника решило полностью и окончательно удушить гарнизон непокорной Мальты и бросило на это максимум того, чем располагало на тот момент. Авиация, подлодки и легкие торпедные катера были призваны уничтожить все то, что могло доставить на Мальту крайне необходимые припасы. О том, что такой приказ получен и местные силы готовятся к его выполнению, британская разведка уведомила командование практически сразу. Но на ход события это не могло повлиять, поскольку на острове заканчивалось продовольствие и, главное, авиационный керосин. Многие слышали о том, какие потери несли караваны торговых судов, которые везли из США на британские острова военную помощь. Но мало кто слышал о том, какие побоища сопровождали мальтийские караваны. И вот этот караван, который по настоянию германского командования должен был стать последним, обещал невиданное побоище. Именно этот караван получил кодовое наименование «Пьедестал». Это была самая крупная операция такого рода за все время британского флота. Целью операции была проводка 14 грузовых суден и одного танкера с авиационным керосином. Для выполнения задачи была создана мощная группа поддержки, в которую входило три легких авианосца, несколько крейсеров и пара десятков эсминцев. Более того, для обеспечения скрытности операции были организованы ложные караваны из Палестины и Александрии. И в общем эти отвлекающие маневры немного сбили противника с толку. Но тем не менее конвой попал в такой кошмар, который трудно даже представить. 2 августа группировка вышла в сторону Гибралтара с надеждой на то, что в районе Бискайского залива, кишащего под лодками Криксмарины, не придется вступать в свою первую драку. И действительно, этот участок пути удалось преодолеть без приключений. А то, что они будут, понимали все. И если военные моряки были по определению готовы к драке, то экипажам торговых судов было четко сказано о том, что все они до Мальты. Не дойдут, это 100%. Поэтому их грузили таким образом, чтобы в одном из них не оказался однотипный груз. В случае гибели одного судна, подобный груз окажется на уцелевшем. Проще говоря, в каждое из 14 судов грузили и продовольствие, и боеприпасы, и медикаменты. Так что суда, которым удастся добраться до конечной цели, привезут весь набор необходимых грузов. Самым же уязвимым местом этой операции был единственный танкер «Агайя». Его потерю было невозможно возместить каким-то другим образом. И очевидно, что противник будет стараться его уничтожить. Понятно, что военные моряки получили приказ оборонять его в первую очередь. И вот 9 августа караван вошел в Средиземное море, и в Гибралтаре было окончательно сформирован эскорт сопровождения. В итоге получалась внушительная флотская группировка с четырьмя легкими авианосцами, десятком крейсеров и почти тремя десятками эсминцев. Что касается авианосцев, то это были корабли не того класса, которыми оперировали США и Япония. Они были легче и имели в качестве авиакрыла около трех десятков самолетов. Конечно, это лучше, чем ничего, но столкнуться им пришлось с береговой авиацией, куда большим количеством, чем базировалось на кораблях. Первый контакт с противником произошел 11 августа. Стало понятно, что противник уже какое-то время назад обнаружил конвой, поскольку атака началась одновременно как силами авиации противника, так и подлодками, которые подтянулись к месту событий. Так, в завязавшейся драке, подлодка Ю-73 под командованием лейтенанта Гельмута Розенбаума сумела занять ударную позицию и отработала четыре залпа торпед по авианосцу «Игл». Все четыре торпеды попали в цель, и тот перевернулся набок, а потом и затонул. Это была первая, но отнюдь не последняя потеря конвоя. Противник нес потери не менее масштабно. Один из эсминцев протаранил итальянскую субмарину, и та утонула. Лавины из десятков итальянских и немецких самолетов шли без остановки и тоже несли потери. Караван двигался дальше и вошел в зону действия скоростных торпедных катеров противника, и потери каравана стали расти. В общем, драка завязалась настолько жесткая и кровавая, что противники уже не обращали внимания на потери. Караван терял как транспорты, так и корабли сопровождения, а противник — самолеты, подлодки и катера. Но решимость продолжать бой не иссякала ни у тех, ни у других. Достаточно быстро противник сориентировался, что в караване имеется всего один танкер, и что его нужно вывести из строя в первую очередь. И в какой-то момент пилот подбитой штуки спикировал на танкер в стиле камикадзе. Правда, повреждения судна оказались минимальными, чего нельзя сказать об авиабомбах. В какой-то момент Огай потерял ход, и на запрос эсминцев о способности продолжать движение капитану Мейсону пришлось ответить отрицательно. Из эсминцев пожелали удачи с тем, что они уже ничем не могут помочь, и на всем ходу пошли в сторону каравана отбивать атаки от целей, которые могли двигаться самостоятельно. По сути, это был конец. По крайней мере, потеряв ход, шансов уже нет. Но техники смогли запустить двигатели, и танкеру удалось догнать конвой уже на подходе к Мальте. Эсминцы взяли танкер в каре, и один из них принял на себя торпеду, идущую точно в танкер. Но при очередном налете бомба угодила в корму и взорвалась в машинном отделении. Огайо потерял ход окончательно. К тому же был потерян руль, и судно стало набирать воду. Эсминцы стали борт в борт, пришвартовали себя к танкеру, и потащили его в порт уже своим ходом, и одновременно не давая ему затонуть просто на входе в гавань. Здесь уже в бой вступила береговая авиация, и ситуация немного разрядилась. Но, как заявил командующий этой авиации, самолеты ушли на последние заправки топлива. В общем, танкер удалось разгрузить полностью, и все 13 тонн авиационного керосина дошли до цели. Вместе с танкером до цели добралось три транспорта, а чуть позже добрался и четвертый, хорошо потрепанный и подбитый. Так вот, когда Огайо в полумертвом состоянии, с наполовину погибшим экипажем, но все же с топливом, вошел в гавань, на улицу вышло все население, и встречало его овациями. Оркестр играл марши и гимны, и, в общем, люди увидели, какой ценой удалось доставить топливо для боевой авиации, сочли это чудом. Возможно, это и было чудо, поскольку остальные суда доставили 32 тысячи тонн продовольствия, боеприпасов и медикаментов. Тут еще раз нужно подчеркнуть то, что в этой эпопее участвовали не только военные моряки, но и гражданские, которым никто не мог приказать идти на смерть. Так капитан Мейсон перед отходом из Британии собрал свой экипаж и сказал о том, куда им предстоит добраться, и то, что, будучи танкером, они будут иметь минимальные шансы выжить, поскольку первое точное попадание бомбы или снаряда в топливные цистерны будет последним, что они увидят. Поэтому он сообщил о том, что если кто-то сейчас откажется, то никакого наказания за это, конечно же, не последует. Единственное, что он будет изолирован вплоть до окончания операции. Никто не отказался. Люди пошли на верную смерть, и многие из них нашли ее на борту своего судна. Сразу после того, как остатки каравана вошли в гавань, туда пришла короткая радиограмма от премьер-министра Черчилля. Великолепная работа, молодцы. И тут же из Адмиралтейства. Молодцы, Огайо. То есть там, в Лондоне, первые лица государства и флота следили за всеми перипетиями этого конвоя. Понятно, что все участники были награждены и всячески отмечены. Но тут важно то, что люди уперлись и сделали все, что нужно было. А потом еще и сверху. То есть они совершили то, что можно и нужно назвать подвигом. И неважно, кем он совершен. Но кто слышал об этом? Кто знает о трехлетней блокаде Мальты? Кто знает о том, что в таких тяжелейших условиях флот не драпал, а делал свое дело? И часто ценой своей жизни. Кто об этом вообще рассказывал? А вопрос-то должен ставиться иначе. Почему это бы боялись рассказать? Ответ же здесь простой. Если такое рассказывать, то все эти сопливые и слезливые истории, которые Совок придумывал о войне, уйдут в унитаз. Поскольку все познается в сравнении. А такое сравнение просто похоронит мифы, которые вдалбливались в бестолковые головы. А теперь вспомним о Втором фронте, тушенке и прочей чуши, которую Совок и Россия прямо сейчас рассказывает о том, что делали союзники. Мол, воевал только Путин и Шойгу. Ну, может, Жуков еще чуть-чуть. А остальные жрали тушенку, особенно англичане. А как мы видим, описанные события происходили тогда, когда исход войны еще отнюдь не был очевидным. А усилия предпринимались, невзирая на сложность ситуации и то, как оно там все пока выкладывалось. Вместо этого в пустые и бестолковые головы вливались отборные помои. Ну, либо наоборот, из пустых голов выхолощивалось все до стерильной пустоты. Ну что ж, придется заполнять этот пробел собственными силами. Ибо только правдой можно победить ложь, даже огромную и беспросветную.